Ну что, дорогие друзья, несмотря на то, что эта рубрика не набирает такого большого количества лайков, как другие рубрики, несмотря на то, что эту рубрику смотрят не такое большое количество людей, как хотелось бы, я считаю, что она должна оставаться. Потому что я читаю ваши комментарии и понимаю, что действительно многие, многие узнают что-то новое об автомобилях. Мы познаем этот автомобильный мир, и я в том числе, друзья, тем более за счет нового режима под названием Hardcore. Поэтому, друзья, я рад всех приветствовать, с вами Булкин, добро пожаловать на мой канал, и добро пожаловать на новенькую серию по рубрике «Угадай тачку». Друзья, всем приятного аппетита, всем приятного просмотра, надеюсь, что ваш царский лайк уже на месте, и у нас маленькое нововведение. Дело в том, что, я не знаю, как оно такое возможно, но с сегодняшнего момента я играю без звука в эту игру, у нас не будет фоновой музыки, иначе она будет другой, потому что почему-то она с АП. Да, вот эта вот музыка фоновая, которая в приложении, и мне постоянно прилетает за неё АП, это как бы непонятно. Ну, ладно, хорошо, мы её отключим. Друзья, значит, ещё, перед тем, как мы начнём... Ну, давайте, ладно, нет, сначала начнём, надо разогреться, надо... Так, ну чё, готовлюсь к позору очередному, потому что в Hardcore, вот опять же, вот этот вопрос насчёт время прохождения круга на Нюрнбургринге. Это то, что я действительно не знаю, мне, ну, наверное, стыдно в неком плане признать это, потому что почему-то как-то так получалось, что я никогда... Ну, 0-100, ладно, там, да, мощность автомобиля, чё там, какая тачка из себя представляет, а вот именно по временам на Нюрнбургринге почему-то я... Энциклопедия у меня пуста, вот в этом плане. Поэтому будем подтягивать вместе. Итак, значит, Camaro ZL1 2017 года и SLS AMG GT. Ну что ж, я могу сказать. Я очень, друзья, верю в SLS AMG GT. Он старее, с одной стороны. С другой стороны, у нас Camaro, более современный, версия ZL1, которая очень мощная, но не трековая. Есть Camaro трековый, там, LT, LT, какая-то там, да, версия есть прямо для трека. Я верю в AMG GT. Мне кажется, что Camaro, несмотря на свою мощность, всё-таки всё равно неуклюжий такой, неуклюжий автомобиль, и SLS AMG GT должен сделать чуть-чуть быстрее. Сейчас будут доли секунды, да, я так понимаю. Ха-ха-ха, 7.29, 7.30, ну как? Это вот, не зная, реально только каким-то методом размышления. Друзья, всё, начинается позор, но, а что делать, будем вместе учить. Значит, на одну секунду, друзья, вы представляете, на одну секунду, пилот на Camaro ZL1 проехал быстрее, нежели на AMG GT. Вот так вот, американцы делают вещи. Друзья, вот, давайте сразу определим один момент. Я использовал сейчас опять лайфхак, я выдернул, причём я не в эмуляторе выключаю интернет, я прям выдёргиваю из компа, поэтому реклама не будет, а её в этом приложении очень много. И как раз-таки хотел затронуть одну вещь. Я периодически вижу в комментариях, что некоторые считают, что эта рубрика, это реклама приложения вот этого турбо, хотя, опять же, вы о нём мне писали, я вообще узнал об этом приложении за счёт вас, и я, ну, скажу от себя, что это никакая не реклама. Было бы, конечно, неплохо, если бы разработчики там немножко поделились, но нет, друзья, это не тот самый случай. И вот знаете, чтобы доказать, что это не реклама, я просто не знаю, как ещё, я от души даже не могу, кто разработчики. Давайте как поступим? В комментариях напишите альтернативные приложения. Я не против, наоборот, если какие-то есть подобные игры, давайте в другие поиграем. Если есть тоже что-то с угадыванием машин, и я только с радостью. Даже можем в одну рубрику, в одну серию запихнуть несколько таких приложений и попробовать. Просто вот как бы я наткнулся, вроде меня всё устраивает, там ещё и разработчики, судя по всему, смотрят мои серии. Разработчики там, ну, поделитесь-то. Да ладно, шучу, ладно, чё, мне не жалко. Я понимаю, что кто-то узнаёт, конечно, об игре, но никто мне не платит. Какой автомобиль? Быстрее... Ну, серьёзно, что ли? Ну, вот смотри, Huracan Performante или Radical SR3 Turbo? Ну, я понятие не... Вот пока ты не знаешь вот эти времена, ты никогда... Ну, я думаю, смотри, Huracan, ну, типа, быстро. Performante должен быстро. Но Radical SR3 Turbo, эта тачка, ну, вы видите, как она вообще выгодит? Она выглядит так, как будто она просто... И всё, бля, за одну секунду трек проехала. Я думаю, что, опять же, вопрос с подвохом. Скорее всего, многие предпочтут выбрать Huracan. Типа, новый, Huracan, ну, относительно новый. Давай, я поверю в то, что Radical 2003 года делает на пару секунд быстрее. Вот, ну, типа... Нихоя. Нихоя, нет, нихоя не с подвохом вопрос. Друзья, два из двух неверных... А можно хотя бы... Хотя бы где мощность, я... Во! Вот это уже лучше. Так, быстрее разгон до 100 км в час. California T. То есть, рестайлинговая с мотором, если не ошибаюсь, 3.9 Turbo. Ну, соответственно, T означает, что это турбовая версия. Так. Сколько у неё паспорт? Мне кажется, что 3.9. Я почему-то вот это число помню. Мне кажется, у неё 3.9. Она, типа, не очень быстро едет. Заднеприводная такая. California T. Это, типа, не супер-пупер-феррари. Просто тачка, у которой откидывается вверх. Можно наслаждаться и ездить на Феррари, как бы. Нормально себя чувствовать. А Salinas 7. Легендарный автомобиль. Просто, ну, ну, что такое Salinas? Salinas это то, что ты, ну, скорее всего, никогда не встречаешь в реальной жизни. Какой у неё мог быть паспорт? Вот мне кажется, что он очень быстрый. Вот даже в 2000 году, я думаю, что, ну, типа, не... Вот давай так. Минималка, которая может быть по паспорту у California T. Это 3.7. Быстрее вряд ли. Вот я прям не верю. По-моему, 3.9, 3.8, 3.7. Вот что-то такое. Ну, доли секунды решают. Я думаю, что Salinas это делает, типа, за 3.5. Ну. 3.4? Да. Да. Да! 3.6 всё-таки у California. Смотри-ка, чуть-чуть. Точно? Подожди. Я, знаешь, вот в прошлой серии я нашёл ошибку. А вдруг, как бы, я, кстати, не знаю, исправили её или нет. Я сейчас хочу убедиться, друзья. Я теперь... Помните, да? С Range Rover'ом там реально был нюансик. Там был указан 4.2, которого атмосферного нет. Есть атмосферный 4.4. И паспортные данные как раз-таки были от него написаны. И вот это была такая прям существенная, на самом деле, ошибка. California. Открываем. Сейчас мы убедимся. 3.6, да, было написано? 3.6. California T. Есть такой автомобиль. Вот он замечательный. Тут даже есть один жёлтый, который продаётся уже три года. Никому не нужен. Да? 3.6. Ладно. Всё. 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 Я просто уточню. Пацаны, моё дело уточнять, потому что если какие-то ошибки, мы на них указываем. Ну что, дорогие друзья, теперь маленькая рекламная пауза от меня. Ну, конечно же, вот эта красота ждёт уже тебя и три простых шага. Вот ты просто выполнишь три простых шага и уже залетаешь на самый просто топовый проект в сфере роллплей серверов. Это, конечно же, GTA 5 RP. Присоединяйся, играй вместе с нами на GTA 5 RP на сервере Del Piero. Вводи вот этот промокод и получай бонусы на старте. Мы ждём именно тебя. Будем кайфово проводить время вместе. А самое главное, также кайфовать от автомобилей, от тюнинга. И вот, ну, ну, красота же. Красота. Ссылочка в описании. До встречи на GTA 5 RP. Блядь, ну можно без этого? Пожалуйста. Ну, Viper это, наверное, делает быстрее. Хоть вот этот ICR Extreme, но он не имеет... Реки, вот ты называешься ICR Extreme. Ты имеешь право проиграть какому-то, понимаешь ли, Авинтадору вообще? То есть ты не имеешь право, потому что ты должен быть быстрее. Я надеюсь, ты быстрее, братан. Что, 690... Блядь, 2 секунды разница. 2 секунды. То есть одна едет в 7... Прикиньте, насколько обидно? Ты вот, Viper, SRT уже получается. Они же теперь не Dodge Viper, а SRT Viper. Выпускает там ICR Extreme, вот этот Edition, блядь. 98, Rus, там, Санёк. Вот это вот всё, да? Надписи непонятные. И просто тачка проезжает не 659, а 701. Из 7 не выезжает. Просто вот лицо представили тех, кто строил эту автомобиль. И тут Авинтадор... Ну ладно, хорошо. Нет, я вообще не верю в эти американские машины. Они неуклюжие все. Но они неуклюжие. Да какая там ни была бы версия, они всё равно едут. Но это же пилоты... Вот это, конечно, да. Вот это да. Смотри, какой вопросик. Сразу с BMW подъехал. Значит, это у нас либо F30. Но это не М4, это F30. Ну, потому что... Потому что это F30. Потому что это F30, 335, X-Drive. В лакшери пакете, кстати. Если я не ошибаюсь, там было очень много хрома. Очень симпатичный автомобиль. Хорошо, ладно. Пока нормально. Пока нормально. Так, угадай автомобиль. Ну, это 1,7. Это 1,7. Здесь, в принципе, слишком легко. Хотя, опять же, вот мне безумно нравится, что они сделали прям реально кусочек маленький, по которому ты должен угадывать. Здесь пока легко. Здесь пока легко. Блядь. А-а-а, сука. Civic Type-R 2015 года. Тачка для трека вот такая, блядь. Когда говорю, как будто, блядь, у меня такая была. Lamborghini Murcielago LP640. Ну, типа, быстро, быстро. В любом случае, например, как-то. Вау, блядь, по-любому от Civic уезжает. Но! Блин, 15-го года Type-R. То есть, прикинь, насколько вот у них мощность два раза отличается. Вот мощность. Но при этом... Блядь, ну... Мне, конечно, хочется сказать, что Murcielago это сделал все равно быстрее. Потому что на юбургинге очень много прямяков. Но это не всегда так работает. Потому что прямяки прямяками, а как бы повороты поворотами. Поэтому я думаю, что все-таки Civic каким-то раком будет на пару секунд быстрее. Ну, давай, удиви. Да? Как ты сука? Я все равно ищу подвох! Я думаю, что с подвохом вопрос! Ну, они здесь реально много... Ну, блин, не знаю время. Реально, для меня это рулетка. Я просто вот пытаюсь размышлять. Давайте так. Окей, я не буду искать подвоха в вопросах. Я буду размышлять и думать. Вот я же сказал, что Murcielago должен на прямяках наверстывать все равно. Прикиньте, это Civic Type-R. 300 кобыл, блядь. Едет как бурселага, которого больше... Типа, три секунды это же, ну, как бы разница, но все равно. Нюрнбург... Ах, блядь, вот это технология. Так. Ой, блядь. Ой, я ни того, ни того не знаю. Паспорт, Fiskir Karma гибрид. Разобой, вы че вообще? А где вы находитесь эти машины? Почему именно они? Это реально хардкор. Я даже примерно не знаю. Вообще. Бентли. Смотри. Человек, который в 2006 году позволил себе купить Бентли Arnage R. Мне, кстати, он очень нравится. Реально симпатичный автомобиль. Такой статусный, вот прям нулевых годов. Блядь, это разъебная тачка, реально. Ну, она прям... Мне кажется, что такой лакшери сегмент не особо, но вот согласитесь, она выглядит очень статусно. Вот ты на нее смотришь, типа на этот Бентли. Он такой в миру старинный, но уже современный. Мне вот нравится, честно признаю. Fiskir Karma это вообще отдельный, блядь, разговор. Я думаю. Вот человек, который купил в 2006 году новый Arnage R, он не смотрел паспорт точно. Вот точно не смотрел паспорт. Из 5 должна ехать? Должна, да? А вот Karma, мне кажется, что она типа... Ну, гибрид, я даже не знаю. Блядь. Предположу, что 5.1 у гибрида У карма И у Арнейджа 4.9 Хотя, блядь, быстро, да, слишком? Это же такая огромная хуйня Мне кажется, у них 5 6.6.5 Охуеть Я загнул на счет 4.9 Это слишком было бы быстро для Бентли Арнейджа 10 тонн, блядь Так, ладно Ой, блядь Нет, ну пожалуйста Пожалуйста, разработчики, если вы смотрите это видео Если вы реально там исправляете какие-то ошибки Уберите вопросы про разгон на заднеприводных Особенно американских машинах Но никогда в жизни они едут в паспорт Там, там, вот что вы понимали, друзья Извиняюсь, я на эмоциях, бля Я просто переживаю, чтобы это с собой Слишком сильно не лажать Смотрите, короче, ситуация У очень многих американских тачек Даже нет паспорта 0100, особенно раньше Сейчас они уже как бы пишут, потому что, ну типа Хули они не будут писать Должны хоть что-то начеркать Но типа раньше, там, вот если не ошибаюсь По-моему, даже у старого Вайпера СРТ-10 у него даже нет паспорта И правильно, потому что Это сколько Смотри Вайпер, возьмем На механике В-10 Хер пойми, кто за рулем Хер пойми, какая резина Хер пойми, какое покрытие Сколько факторов Которые влияют на зацеп То есть эта машина Не создана Ускоряться 0100 И все эти 0100, которые написаны У СРТ-8 Он не поедет столько Там Я ездил на кучу американцев Я знаю, как там работает Система стабилизации Я знаю, как там стартовать Там невозможно стартовать Никогда ты не зацепишься И не стартанешь Если только ты не приедешь На проклеенную трассу На каком-нибудь Микки Томпсон На Слике Тогда да Тогда да Но так ты на деле Никогда не зацепишься Но это факт И эта система стабилизации Которая там присутствует Если уж мы ее затронули Это пиздец Это отдельный разговор На этих машинах Она что включена Что выключена Окей Я не помню сколько Вот они могли же Что угодно написать Они могли что угодно написать У М5 По-моему Паспорт 30 ярок Кстати, подожди Там чуть больше мощности По-моему У Обычной М5-F10 У нее паспорт 4 И 4 По-моему В моем понимании М5-ая это сделать 100% быстрее Потому что СРТ-8 Ну типа Нет М5-ая это должна Вот ну прям на практике Это 100 пудово 4.0 у нее Да Типа 4.4 по-моему Обычная в 10 4.0 4.1 Ну кстати 4.0 Блять Ну Больше вероятность 4.0 Что поедет М5-ая Чем СРТ-8 Поедет 4.4 Я вот Однозначно Я вот Просто Положа руку на сердце Вот взять Да даже человека Который умеет стартовать Если там машина на ручке Не на ручке Не важно И в идеальных условиях Ну блин Ну это Ну это шанс Вы знаете Есть еще одна машина Не заднеприводная А полноприводная Ниссан ГТР Вот Я не понимаю Почему они написали 2.9 0.100 Там одна машина Из 10 тысяч Поедет стоковая 2.9 Ну типа Это невозможно На стоковом ГТР Это реально Я уже шутил про это Это значит Если вот Стоит ГТР На хайвее Если фура несется Сгруженная Вот если она в ей В стоящей ГТР Да Тогда 2.9 0.100 Будет Как бы Но по другому Как бы хз Ладно Угадай автомобиль Какая-то залупа Подожди Ну я понимаю Что это мерседес Это не ГЛС Вроде Хотя что-то Бля Не видно Слушай Но не слар макларен Это что 213 Что ли Как будто Блин Он как будто высокий Но как будто Сейчас подожди Сейчас извиняюсь Я чуть микрофон Отодвину Бля Да нет Вроде Я реально Не могу понять По фарам Или высокое Что-то Я либо дурачок Высокое Что-то Да Высокое ГЛЕ Скорее всего Это Это все-таки Ешка Бля Мне показалось Что высокое Я говорю 213 Смотрю Там порог Такой огромный Какие-то Вытянутые Эти Вот сам себя Не слушаю Знаете Это как Иногда Смоминают Сразу Мои уроки Географии Я сразу Делаю Верное Предположение Но потом Сам Перебываю Зачем-то Вот это Сложнее Нет 223 Тут даже Можно не смотреть Тут можно Не смотреть Там сразу Все видно Все понятно Так Ладно Следующий уровень УAR Что Пиздец Смотри Давай так Я сказал Что я не буду Подвох Не подвох Цэшка 204 Купе Black Series Когда она Вышла Это машина О которой Говорил ей Все Это машина Которая Даже Обсуждалась Если я не Сшибаюсь Подожди У Кларксона или у Хаммонда Кого-то из Туб Гира была Цэшка, и по-моему даже у него была сначала Купе, а потом он купил Black Series, потому что это типа Пиздец разъеб У меня, конечно, Black Series не был, у меня была обычная Вот мне кажется, что когда они выпустили Black Series, они реально допилили очень много Всего и сделали супертрековую версию С другой, да блин, мне кажется, Цэшка должна Быстрее ехать, там он на приводе LP574, Гоярда, хоть и последних Годов выпусков, я думаю, что Блядь, хотя он быстрее по факту Ну это скорость, давай Мерс, пожалуйста Нет, нет, блядь Я верил в тебя, сука, МГ, блядь Ну верил же, Black Series Блядь, вот так нахуй Шпокин трохин, если бы тут был сейчас вариант какой-нибудь 911, я бы сразу сказал, что 911 Потому что 911 это, это, блядь, для трека машин Ооо, ооо, тихо Так, ну подожди, нет С другой стороны у нас GT3 RS, как бы для трека заебись Но это 996-я яичница Это же пиздец старье уже, да? Кстати, мне одному в последнее время нравится старое Порше Ну типа не старые, они стали старыми Ну, 996, ладно, может быть, под сомнением Вот 997-й Мне одному что-то симпатизирует Да даже 996-й тоже уже как-то смотрится интересно Так, ладно, вопрос не об этом Конечно, LP674, Мурселага, это разъеб Это очень быстро Но, блин, GT3 RS это... Ха-ха-ха-ха Давайте представим, 6 лет проходит То есть Порше выпускает GT3 RS В 996-м кузове и такие, типа Бля, пиздатая трековая тачка Проходит 6 лет и Lamborghini выпускает Мурселага Которая может, в теории, ехать хуже, чем трековый Порше 6-летний Блядь, ну там мощности я ебу 670 сил в Мурселага Но он должен наверстывать Мне кажется, каким бы GT3 RS не был Он, сука, только что на прошлом вопросе сказал Если бы был вопрос с Поршем, я бы ответил Порше Но мне кажется, что Мурселага быстрее должен Причем намного На одну секунду, блядь На одну секунду То есть, вы прикиньте, что Порше сейчас творит Они выпускают трековые тачки Проходит 6 лет, выходит Мурселага Извините меня, это Один из быстрейших автомобилей того времени Ну один из быстрейших Мы не берем там Bugatti, Veyron и так далее Один из норм... Ну, более-менее досягаемых И несмотря на то, что он быстрый На нерву рынке он проезжает На секунду быстрее На секунду, блядь Секунду Не на минуту На секунду Бля, это жестко Блин, на самом деле мне вот нравится узнавать такие вот факты Так, подожди, вот это уже интересно Что за экзотика пошла Chevrolet SS 6.2 Блядь, Fenix, кстати, прикольная М-ка М-ка, М45, это стиль Ну не в таком виде Тут немножко перебор, конечно Но в целом это, типа, прикольный Вот мне М-ки нравятся И следующий, который потом стали Q70 М56-я Вообще разъебная машина Типа за полторашку Она, наверное, сейчас стоит Это пиздец стиль, блядь Ай, так Ну, смотри, давай по факту Chevrolet SS, да 6.2 APM V8 Ну, они могли написать, наверное, что-нибудь из пяти А вот что, М45 едет из пяти М45, я думаю, что 2006 года едет Шесть С копейками даже Я за Chevrolet Но 5.5, серьезно М45, разгон 5 Я сейчас Я, извините, я теперь Я теперь немножко болен Я после того, как с рейнджровером это самое Я лучше буду, знаете, мне приятно Признавать свою ошибку Либо находить, как бы, ошибки У кого-то М45 Угу 340 сил Че, неужели она реально 5.5 ехала? 6.2 6.2 у 45 и М Я и думаю, что-то 5.5 Ее бы все покупали Я бы сейчас Вышел на улицу Все поездили Пацаны молодые На М45 Она стоит вон 700, 690 Тут могла бы быть реклама Какого-нибудь ресурса Площадка Ну, не занесли, ребят Извините А 62 Везде написано Нашли ошибку? Отправить отчет Традиция остается, друзья Мы находим ошибки, блядь Так Ого Вот это интересно Подожди Мне кажется, это 1-2 Ван Тоже По колесам, понятно Просто по стилистике По всему Что-то как бы Что-то такое старенькое Блядь Вот сейчас вопрос А, я слушаю Может быть я и не обновил игру На самом деле Может они и пофиксили С прошлой серии Сколько там было? Подожди Тут же Короче Если кто не смотрел Предыдущую серию Мы нашли ошибки Ошибку у этого рейндж-ровера А здесь указано 4.2 V8 На спартах Шел мотор только суперчарж И он едет быстрее Нежели тут сейчас будет написано А здесь написано 8 с копейками По-моему 8.6 Это короче разгон На 4.4 Атма Ну что-то типа 8 там Ближе к 9 Блядь Ну давай пусть Борега это типа Делает за 8.2 Я вообще подумал Что это Мохав сначала Но это Борега Блядь Ну ладно Мне кажется Смотри 4.6 V8 Ке Борега Ну такой Да большой Мохав ни хера не едет Но там не 4.6 мотор В Мохаве Я думаю что это Херня Может ехать Типа 8.2 Вот я сказал 8-8.2 Учитывая что у спарта Разгон Ну да Короче Давай попробуем Угадал 8.2 Нихуя Видишь 8.9 написано Это нихуя Неправда 4.2 Который здесь указан Он должен ехать 7 С копейками Суперчарж Вот Поэтому Я на всякий случай Нажму что А мне же интернета Нет Ну ладно Короче Я по-моему не обновлял Игру Ну видишь 8.9 не обновлял Либо они не пофиксили Я хуй знает Так Ладно Ну это не Каен Даже Карера Карера Купе Чего? Ща Подожди Карера Купе Щас Я подождусь Поверю Что они Хотели А почему нельзя было Просто кузов написать Типа Усложнить Карера Купе Это сейчас оказался 9.9.1 До рест А Карера Купе У которой 3 литра 2.9 Мотор это новый Какой он Просто я не понимаю Какой они имели ввиду Сейчас секунду Я хочу посмотреть Если брать Кареру Просто Кареру То есть тут По сути было написано Карера и Карера Да То есть одинаково Если мы берем Кареру Допустим В кузове Вот который сейчас Да Смотри 3.0 Это рест 9.9.1 А у нас был 9.9.1 До рест 9.9.1 До рест Ебать Онотошный Нахуй Пиздец Хотя мне многие написали Что типа правильно Делаю Ну потому что Все таки Как бы хочется Ааааа Вот оно Все Теперь я понял Что я имелось ввиду На Карере До рест Который сейчас Там 3.4 Мотор А на рест 3.0 Хотя Можно было Написать 991.1 991.2 Типа их так Обозначают Общие Ну ладно Окей Я просто не сразу Вник вопрос А кстати А можно Бля Ну это кстати Такой вопрос Сложный Знаете почему Потому что Там была Картинка Сбоку И сбоку Понять Рест Это или До рест 991.1 Кузов Это блять Прям даже Наверное Я бы не различил Даже так Скажу вам То есть Типа Признаюсь честно Я бы сбоку Не различил Ого Теталейку Я засунули 3000 GT Блин Тачка Которая Да Все нам полюбилась После андеграунда 2 Ну реально Кайфовая Ну наверное Там типа Разгон Так Гран туризма Давай вспоминать В8С Гран туризма С То есть Это Мне кажется Что-нибудь Типа 4.6 Или это Обычная Гран туризма Вряд ли 3000 GT Даже если Из 5 То это Какой-нибудь 4 Ну нет Гран туризма Должна быть Быстрее 5.1 Даже Нихуя Не из 5 Я думал 4.6 У Гран туризма Почему-то Ускорение Ну разгон До 100 Так Ладно Сегодня интересно Да друзья У нас получается Так У кого-то Больше Лошадиных Сил 640 Это у нас 340 40 Да Это Это Б58 Мотор Уже Да Или Н55 Нет Б50 17 Подожди А это Н55 Или В 17 Году Он уже Бышел Блять Короче У БМВ Трехлитровые Моторы Все Заебись Сначала Шел Н55 Ну нет Ну типа Я имею ввиду Из тех Которые мы сравниваем Н55 Более старее Чем Б58 Н55 3 литра Ну вот Кстати В 535 Которая у нас Техничка была Там был Н55 Там Короче У нас Получает 306 сил На Ну да 306 сил Он в основном Шел Только на Шестерках Он шел 320 сил На Не Гран Туризма На купешках Блять По моему Короче У нас Два Варианта Тут Либо 320 сил Либо 340 А сколько Уфли Барракуда 6.3 Я не знаю Блять Вообще Не знаю Мне кажется БМВ Это Может быть Тоже Там Тоже Типа 340 Блять Наверное Будет 350 Да Ладно Давай Я предположу Короче Смотрите 100% Инфа На Шестерках На Троеках Ф30 Был 306 Сил На пятерках Ф10 Н55 Это было 306 сил На Шестерках Не Гран Туризма Было Точно 320 сил И на Уже Б58 Моторе 340 сил У всех То есть 340 Либо 320 Вот это Однозначно А сколько Здесь Я в душе Не буду Пусть будет Больше 340 340 Б58 Ну 329 Ну Как раз Наверное Вопрос К тому Надо Определиться Было Ну А я Не знал Просто У баракуды Сколько Может быть Типа Я вообще Без понятия Ну Это Такая Я Во-первых Маслкар Это Особо Ой Блять Какие Вопросы Это Маслна Тройка Блять Вот это Конечно Да Блять Так Блять Ну Мпс Быстрее Ну Быстрее Однозначно ЕС 350 Я понимаю Там Это Та же Камри 3.5 Мне кажется Шестерка Мазда Это 6 Низкие А ЕС 350 6 Высокие Да В принципе Я все Разобрал По полочкам Все Как Как Есть Так И Рассказал Так Двигаемся Дальше Ну Не Надо Пожалуйста Ну Пожалуйста Ну Не Вот Один ЛЕ Блять Вот Я про Эту Модификацию Вот Эта Трековая Вот Я думаю Блять Кстати Смотри Ка Если Вот Так Да Говорить Блять Ну Они Ёбнулись Ну Эти Камаровцы Они Потому Что Вот На самом деле Я Очень Много Я не Ездил Даже ЗЛ1 К своему Стыду Их Просто Очень Мало Один ЛЕ Это Прям Наверное У нас Даже В стране Их И нет Один ЛЕ Короче ЗЛ1 Самая Жесткая Версия Камар Прям Пиздец Один ЛЕ ЗЛ1 И ЛЕ Это Короче Версия Для трека И говорят Что Она Неплоха Хотя В моем Понимании Камара Плох В любом Случа Для трека Вот Если Бо Я Реально Ставил Ставку Какую Нибудь На двух Чуваков Который Приехал На Уракан Перфоман Я бы Сказал Что Все Рано Уракан Перфоман Проедет Быстрее Мне Так Кажется Но По-моему По-моему Все Таки Ходили Новости И слухи Что ЗЛ1 ЛЕ Сделал Это Настолько Быстро Что Охренели Все Нихуя Нахуя Опять Сам Собой Спорю Ну Не Может Это Ведро Американское Проехать Быстрее Чем Уракан Перфоман Ну Не Может Какой Бонтрековый Небал Вообще Похуй Зачем Я сам С собой Спорить Пытаюсь Зачем Я ищу Подвох Которого Нет Бля CRV Стоп Акцент Solaris Если Это На Наш Рынок 123 Силы Могла Ли Мощность Быть Другая На Рынок Допустим Американский Или Европейский Или еще Какой-то Что-то По-моему Мне кажется Что там Был мотор Kia Kia Rio Там Что-то Такое Kia Rio Который Не на Наш Рынок Хэтчбэк Который Вот Получается Годов Там 15 По-моему Там Что-то 130 Или 140 Сил То есть Типа Более Раздушенный Мотор А вот У Solaris Давайте Я буду Думать Так Как Я знаю Потому Что Я знаю Только Solaris На 123 Сил Сколько Он Там Был Модификация Где-нибудь Блядь В Аргентине Я В душе Не ебу У CRV 24 Ну Должно Быть То Больше Типа 150 Хотя Бо Хотя Даже Больше Подожди 163 Что-то Мне кажется Такое Нет В любом Случа Должно Больше Да Да 185 А что Такое 138 Прикинь На Наш Рынок 123 Сил Было А на Какой-нибудь Аргентинский Блядь Южноамериканский Там 138 Блядь Нихуя Solaris Там Ебашит Пиздец Блядь Так Ладно Последний вопрос Давайте На сегодня Что Так Я уже Тут какой-то ЦЛК 55 Это Нихуя Не Столковый Кстати Вопрос Охуенный Вот Это Наверное Лучший Вопрос Который Можно Было Встретить За Сегодняшний День М5 Е39 Или ЦЛК 55 АМГ То есть ЦЛК На всякий Случай Объясню Это Та же Екупе Раньше Не было Такого Как Сейчас Екупе Вот Раньше Был ЦЛК Вот По сути Это Два Неких Соперника Хотя Было бы Вообще Хорошо Если бы Это Была Ешка Просто 55 Но Тут Купе То есть Она Наверное Чуть Быстрее Чем Ешка Легче Там Все Дела Я верю Настолько В БМВ Друзья Но Потому что Это Машина Которая Зависит От Переключений И так Далее Думаю Что М5 Быстрее По Паспорту Должна Должна Конечно Конечно Ну БМВ Куда Тут Мерседес Друзья Ну что Сегодня В принципе Как обычно Были ошибки Были новые Какие-то Знания Если Вы тоже Узнали Что-то Новое Для себя Напишите В комментариях Будет Интересно Почитать И Как я уже Сказал Друзья Эта Рубрика Я считаю Что Должна Оставаться Огромное Спасибо Всем За просмотр Оценивайте Видосик Подписывайтесь На канал Впервые Не забывайте Жмите На колокольчик Чтобы не пропускать Следующие серии Оставляйте Ваши комментарии До новых встреч Всем удачи И всем Пока-пока Друзья